МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Сенцеров протягнет. Амаль – 5 миллиардов белорусских рублев. Минавито столько, каштуют 12 новых машин ходкомедицинской допомоги. У День города я не пополнил парк гомельской спецтехники. В час урочистой церемонии передачи новых машин присутным нагадывают историчные факты. В 1919 году у Гомеля были усяго 4 врачей и стольких медсестер, которые обслуговывали граждан на конных экипажах. Сегодня в областном центре Кля-5 единицы бригад ходкомедицинской допомоги, которые что год оказывают допомогу больше 200 тысячам хворых и потерпелых. При этом за прошлые 5 годов техничный парк обновился на 80%. Новые машины не только больше маневренные, но и позволяют оказывать допомогу непосредственно подчас перевозки. Они специально переоборудованы для оказания экстренной неотложной помощи во время движения. Учитывая, что у нас есть как кислородное, так и другое оборудование для реанимации, здесь подготовлены места для крепления, где оно устанавливается, и во время движения позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Новое брендовое место отпочинку, минавито так, у Гомеля уже называют набережную Ракисош. Идея гэтага проекта у першыню агочывалась еще 30 годов тому, але реализоваться ее у полном объеме трымалась и только зараз. Причем опошний участок у 548 метров зарабели у рекордные термины, усяго за три месяцы. Для того, каб захавать необходную последовуюсь будавничо-монтажных работ, працавали навод ночью. Аб масштабах зарубленного можно мерковать по таких лечбах. Освоено 40 миллиардов рублев, укладено 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и полторы тысячи квадратных метров асфальту на 15 тысячах квадратных метров. Проведено озеленение территории. Притягивая увагу и композиция маяк за 48 светильную розной вышине, сегодня у вечера и на стане одним из головных элементов, запланованного на набережной светлового шоу. До речи, каб зарубить отпочинок гамельчан и гостей города больше комфортным. У перспективе тут плануется открытие ще и мини-гостиницу с кафе и рестораном. Инвесторам пропануть участок, где ранее размещалась веслярная база. Но уже сегодня гамельчане поравновываются с тем, что было, и робят однозначный вывод. Набережное стане еще одной городской славутостью. Это было футбольное поле какое-то, травы, бумаги, неизвестно что. То сейчас очень красиво. И я считаю, что правильно сделал город, что сделал такую набережную. Сюда можно теперь выходить с детьми, провести свободное время свое. И очень хорошо отдохнуть здесь. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Под час селетнего святкования Дня города подарунки отрымливаются не только дорослые, но и дети. Для маленьких жихоров центрального района «Гомеля» сегодня открыта новая дошкольная установа. Этот будинок был узведен, как детячий сад еще в 70-х годах минулого ста годзе. А лез того часу он изменил некольких господаров и уже не отповедал с участным потребованиям, которые предъявляются до дошкольных установ. Разом с тем, в связи с будовницей новых микрорайонов и по величэням колькости детей, возникла в острая необходность у открытия нового сада. Одночасово с профессийными будовниками капитальным ремонтом займались так само шматлики волонтеры. 7 вересня этого года установа официально зарегистрована, как ясный сад номер 91 города Гомеля. Под час открытия у якости подарунка у ее уручены сертификаты на гульнявое обсталевание от областного выканавчего комитета и музычное обсталевание от гомельского гарвы Конкама. Выхованцами сада станут 85 маленьких жихоров центрального района областного центра. Мы зашли, посмотрели, дети вообще впечатлены, мебель новая на самом деле. Ремонт сделан качественно, очень приятно, светлые, яркие, комнаты просторные. Поэтому, конечно, очень приятно, что в краткие сроки, врачайшие был сад сделан. Мы ходили вообще, наблюдали за строительством. Поэтому очень приятно, что у нас появилась такая возможность, фактически не очень далеко от дома, ходить в новый сад. На передо дни дня города в Гомеле запущены новый маршрут громадского транспорта. Рейсовый автобус свяжет молодые и перспективные жилые массивы с центром. Такий подарунок отримали жихары 18, 19 и 21 микрорайонов. Светками подеи стали и наши корреспонденты. Автобус номер 27, перший рейсовый транспорт на новой шестиполосной автодорозе. Свой подшаток, Юнберы на вокзале, рухается просплощу Ленина и Мельника Улух. Финишный промой изъявляется автодорога в сходный обход. У салона житявляется бесплатная раздача Wi-Fi. По коль на этом маршруте только два автобусы. Но в худшем часе будет проведен анализ пассажиропотоку и отбудется корректировка раскладу. Появилось четыре остановочных пункта, каждый по одной стороне движения. В направлении города остановки называются улица Бородина, 72-я школа, 19-й микрорайон и бульвар газеты «Гомельская правда». В направлении улицы Хатаевича на улицу Каменщикова остановки называются 18-й микрорайон, храм святителя Николая Чудотворца, 19-й микрорайон и улица Бородина. Право житявлять пассажирские перевозки отримал автобусный парк номер 6. Новый маршрут сможет разгрузить центральную участку города. В целом для этого робятся и иншие кроки – по ширине улицы и по величине колькости парковочных мест. На Чарзьера конструкция улиц Кожара и Подгорной. Вообще очень благодарна нашему руководству, что наш город процветает, что открываются новые маршруты, новые объекты. И вообще наш город очень красивый, приезжают люди, есть чем позавидовать. Я горда за то, что я здесь живу, в этом городе. Зараз улады города разглядают пытания об организации транспортной совести в 59-м микрорайоне. А кроме того, будучи, мягчима продолжение маршрута в 94-м и 92-м до микрорайона «Хутор» и организации работы рейцевого транспорта в бок червоного маяка. Ганна Ковалева, Александр Токарев, телерадиокомпания «Гомель». Мягчимость звернуться до керавництва региона знову представится у наступную суботу. Завтра у Беларуси протягнуть работу промы телефонной линии органов выканавчей улады. У нашим регионе на пытание грамадян будет отказывать намесник старшини Гомельского Аблова-Канкама Олег Михайлович Пачынок. Нумер телефона 75 12 37. Звонки приймаются с 9 до 12 годин. У гэты с часу Гомельским Гарвы-Канкаме промы линию проведе намесник старшини Сергей Яугенович Андреев. Звернуться можно по номере телефона 75 63 33. Промы линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы-Канкамах. Одной чина год библиотеки свету не зачиняют свои дверы по завершении працонного дня, а примают читачоу до позднего вечера. Напередать не больше, как 700 гомельчан отзначили «Библия-ноч» у городской библиотеки имя Герцина. До них долучилась и наш корреспондент Катярына Сапельникова. У гэты ночи у библиотеки не брали книги. Наведвальников чекало незвычайное шоу «Библия-фьюжн». Литературный квест, фотосушка, гульнявый портал, музычно-танцевальный джем – далека не увесь спис подрихтованных мероприемств. У першыню у Гомеля отбылась выстава мобилографии. Фотосдымками с телефона поделилась фотокорреспондент Ганна Пащенко. Здесь представлено 14 рамок. В каждой рамке по 4 фотографии, которые объединены какой-то темой. И они все 14 таких идей, которых я хотела показать. Акция «Библия-ночь» ладится уже третий год, але каждый раз гамельчан чекают сюрпризы. Бесплатные кубы кавы отримали у подарунок гамельчане, які у гэтую ночь записалися в библиотеку. Такой махчимостью скоросталися 50 человек. Большая частка зыг – подлетки. Мы акцию этого года решили посвятить молодежи, но разных поколений взяли. И современной молодежи, и людям уже постарше. У ответственности с этой узростовой концепцией и будавалися пляцовки. Люди могли и повеселиться, и отримать новые веды. При этом библиотека зауседа открыта новым пропановым отчитачу. Хорошо было бы разбивать на определенные блоки все это здание, где только фотографии, к примеру, а там только музыка. Ну, в общем, то, что даже такие вещи творятся в Гамеле, это очень хорошо, по той причине, что да, у нас немножко этого не хватает. Катя Рына Сапельникова, Александр Токаров, телерадиокомпания «Гамель». У Гамеле в рамках республиканской акции «Мы разом» прошел галоконцерт зорок белорусской эстрады. Головной особливостью программы стал промыл дел глядачоу, які имели макшимость выконовать песни разом с любимыми артыстами. Подробязности падеи у наступном сюжете. Масштаб галоконцерта отчувауся задолго до его початку. Обстреливание сцены перевозит целый караван с 10 автомобильных фур, а монтаж займае некольки дзен. Атмосфера напруженной и суладной працы пановала и подчас репетиции. Конечно, это очень сложно. Технические концерты по оснащению сцен, комплексов, количество приехавших артистов, людей задействованных в организации этого мероприятия. Но я вам хочу сказать, что самое теплое – это то, что люди с большим желанием собираются, это делают, потому что это наше родное белорусское, это главное. Идея акции, якая проводится во всех областных центрах, не просто ладит шоу, а лей долучать глядачу. Для этого сами артысты на сцене и техничный персонал за ее межами имкнулися досягнуть гармонии светла и гуку, музыки, слов и уластных рухов. Безусловно, это не рядовой концерт, все-таки это акция, акция «Мы вместе». И благодаря телеканалу ОНТ сегодняшний концерт объединяет не только творческих людей, творческие натуры, но и, например, сегодня жителей Гомеля. Идея безумно реализована на славу, пустых местов на трибунах не было. Перед початком программы был показан и презентационный ролик об нашем регионе. Глядачу и у дельников витал керавник в области Владимир Дворник. Он сказал про каштоуности, актуальная на заужды стабильность и мир, выполненность в завтрашнем дни. Сам же концерт больше нагадывал грандиозные караоке, а маль три тысячи гомельчан выконывали вядомые песни «Разом с артистами». Для тех, кто не ведал слов, тратки песень адлюстровывались на экранах, а выбухи эмоций после кожного шлягера, як быт сам ящераз нагадывали про головное, про то, что усе мы саправды – разом. Руслан Пралясковский, Олесь Рудзянкова, Александр Александрунец, Александр Толкаров, телерадиокампания «Гомель». Акцию под названием «Наш год – наш выбор» провели гомельские активисты Белорусского Республиканского Союза молоди. На улицах города хлопцы и девчата подходили до людей и с найлепшими пожаданиями уручали им яблыки. Как разлумачили сами удельники, раздача яблыка – это своего рода символ досягнений у белорусской молоди, а так само способ притягнуть увагу грамадян до головной подеи в громадско-политическом житии краины. Далее, больше за 300 килограммов яблык было собрано в господарках Гомельского района, у которых працевали молодежные отрады. Акция «БРСМ – наш год – наш выбор» проходит по всей краине. Это как символ нашего года, года молодежи. Мы от всего сердца желаем не только прохожим, а также нашей республике процветания, благосостояния, всего самого лучшего. И об спорте. У чемпионата Белоруссии по футболе у первой лизе отбылся перонесенный матч 25-го тура. Гомель Желдар Транс на своем поле примал команду «Речица-2014». Господары не ведают перемогу, что два туры за пар. Гостю вогуля – аутсайдеры, и они замыкают турнирную таблицу. А там установчий выник был потребен каждой команде. Первый тайм областного дерби был невельми богатый нападеи. Ключовой стала 32-я хвилина. Оборонца «Речицы» у своей штрафной зачапил Кирилла Шрейтера. Судзя показал накропку. Пенальти реализовал сам потерпелый. Початок другой половы гульни был удалым для господаров. Не прошло 5 хвилин после ее старта, а галкипер «Речицы» в другой раз был вымушен доставать мяч сетки своих ворот. Яуген Барсуков бездакорно пробил штрафный удар. Другий голевый поспех надал сил гомельским футболистам, которые стали частей бывать для ворот «Речицы». Атаковали небезпечно, али забить больше не отрымалося. Перемога есть. В ближайшую неделю гомель жил «Дартранс», ЧК «Яшч-1» – домашний матч. У гости приедет сусед по турнирной таблице – команда «Бероза-2010». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. У студии працавала Наталья Игнатенко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры.